С миром, принимаем, брат, слушаю. А тут ко мне Денис пришёл, хотел вам запросы задать. Ну, давайте. Привет, Баблий, дайте Технович. Добрый день. Вы знаете наши правила, что всё записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Не против. То есть вы не против? Скажите, не против. Не против. Я слушаю. Игнатий Технович, такой вопрос. Смотрите. Возбудили мне обговорное дело по 116 статье. Причинение лёгкого вреда здоровья. Якобы на кого-то напал. Это дело распадается, да? Суд медэкспертиза, медицинская, показала, что я не наносил никаких травм. Это всё было надумано потерпевшее. Следователь, посовещавшись с моим адвокатом, который предоставлено от государства, и вошёл в сговор с ним. И обманным путём я подписал документ назначения судебно-психиатрической стационарной суд медэкспертизы. Был суд. Мы из этого постановления не сумели отменить. На следующей неделе, наверное, меня поместят в стационарную суд медэкспертизу на проведение вот этой диагностики, на выявление невменяемости и каких-то ещё болезней. Якобы, что это может пригнать? Как мне там себя вести? Так это обвинение-то против вас? Да, обвинение против меня. Она распадается. Я подробности-то не знаю, мне как отвечать-то, когда я не знаю, как, что было, кто виноват, кто прав. Мне никак нельзя в это дело вмешиваться. А как мне вести себя в психиатрии, суд медэкспертизу на проведение? Очень просто. Я это хорошо знаю. У меня тоже проверка была, когда судили. Как ты вёл себя, так и есть. Но вы так не будете вести. У меня сразу, я помню, правила религиозные. Вставал раньше на два часа, молился. С заключёнными, с другими беседовал. Смело говорил о Боге. У вас этого не будет. Поэтому я на вашу ступеньку опуститься не могу. Как я буду говорить? Никак. Вот если вера такая была бы у вас, крепкая так, но я с надеялась, что надо молиться, и чтобы Господь вступился в это дело. А так, пустое слово, я скажу, оно никакой силы не будет иметь. И когда я вернулся, у меня характеристику дали, даже люди считают, и невероятно. Сёстры все расположены. Который приехал из Москвы, специально ждали такое светило. Ну и всё. Мне нужно было признать, что я действительно не больной. Мне выйти в суд, людям о Боге рассказать. У меня цель-то какая была. Ну вот так Бог устроил. А они хотели дать какой-то значок, чтобы меня судить нельзя. Я невменяемый. Я говорю, мне это не надо. Видишь, в этом вопросе я вам не могу помочь, но только я вам говорю, как у меня было. Ну, они, в принципе, хотят, а следователь давит на суд, на психиатра, чтобы мне сделать всё невменяемое, чтобы это дело не попало в суд на рассмотрение. Он хочет скрыть. Ну, вы ему доверяете, своему адвокату, следователю? Следователю я не доверяю. Он спавриковал, и он сказал, Либо я тебя упеку, либо вы меня уволите с работы, и добавьте, да, уголовное дело заведёте. Ну, я не знаю, вас как звать-то? Денис. Денис. Я вам не могу помочь, потому что я совсем другой. Я бы, например, на этом месте, если было, я бы не разговаривал, у меня была бы с тобой Библия, я молился и Богу всё доверил. Бог знает, что мне. Бог знает, что, может, сегодня я должен умереть, и я-то с радостью буду целовать стопы Христовы. Я ему полностью доверяю. И поэтому у меня в лагере я был, я один молюсь, а завтра, говорят, 7 человек сзади на коленях стояли, молились ночью. Я только одно, один день только пробыл, уже вся камера, 75 человек мне подчиняется. Но у вас этого не будет. Тебя сразу остановят, и у параши положат. Только узнают, ты не петух, и всё. Ну, вот, например, всё по воле Бога. Конечно. Захотят быть. Всё. Захотят быть. Давайте сейчас помолимся, чтобы Господь сделал по-своему. Значит, ты ключ. Да. Можно повторять вопрос? А, я хочу стать священником. Ну, это я не знаю. Это я не знаю. А почему вы без бороды? Нет, борода есть, но она маленькая у меня. Не растёт. Я вижу у вас... Нет, вы не правду говорите. У вас видно, что пеньки торчат под бородой. Нет. Она тем не растёт. Я уже давно не броюсь. У нас бритва-то в доме есть? Нету уже. Вот как вы выбросите, пройдёт три года, и тогда скажете, я не бреюсь. Игнатий Тихонович, прошло два года, я уже не броюсь. Уже до днула. Ладно, ладно. Это я так попутно спросил у вас. Сейчас идёт пост. Вы соблюдаете пост? Да, соблюдаю пост. Пока идёт всё хорошо. Но тяжко. Сильно тяжко. У вас... Не надо вам материала о посте. Я вам скину тогда. Сергей это. Я знаю, что он потерял о посте. А, ну и слава Богу. Вот я сейчас... Помолимся. Я сейчас помолюсь. Если вы согласны с молитвой, в конце я скажу аминь. И вы говорите аминь. Поняли? Хорошо. Так, вопросов больше нет? Есть ещё вопрос. Давайте. Помолитесь, пожалуйста. Мне... Операция предстоит на два глаза. Сопряжена с потерей зрения после операции. Ну, как Бог даст. Либо раз лепну, либо буду видеть. Ну, это я не знаю. Не знаю. У меня... У самого я и плохо слышу, и плохо вижу. Я сижу за компьютером каждый день. 14-16 часов. Глаза пережёг уже все. Готовлю материалы большие. А у меня нет такой возможности даже за компьютером сидеть, потому что я его вообще не вижу. О, а мне без этого нельзя. Никак. Потому что ту работу, которую я делаю, никто не сделает больше. У меня вышло из печати 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. Вот сейчас готовим шеститомник моих проповедей. Шесть книг сразу. И каждая книга 1300 страниц. Хорошо. Ну, всё. Ай, Тихоин. Ай. Помолимся. Не буду вас отвлекать. Хорошо. Становитесь. Молимся. Господи Божий наш, слава Тебе. Косни сердце Дениса. Устрой по воле Твоей, Святой. Дух Твой, Святой. Да поможет ему полностью отдаться Тебе на служение, Христе Божий наш. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. И сердце следователей и судьи расположи к истине. По воле Твоей, да будет всё в нашей жизни. Тебе, Боже, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, всё. Отхожу. Аминь. Тебе, с Богом? と. Субтитры сделал DimaTorzok